Славянцы приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы», посвященной 74-й годовщине разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне. Такой диктант проводился впервые и был призван проверить знания россиян о событиях времен Великой Отечественной войны. Площадка для проведения акции в нашем районе была выбрана 16-я школа. Организаторами диктанта выступили Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Акция «Диктант Победы» – это проверка ваших знаний, во-первых, о истории Великой Отечественной войны, а во-вторых, это акция, которая призвана очередной раз вас, молодое поколение, повернуть лицо героям к людям, которые завоевали победу для нас с вами. В акции могли принять участие все желающие, независимо от возраста. Формат проверки – тест. Участники на регистрации получили бланки, куда вписывали ответы. Из 20 вопросов диктанта «Победы» 13 содержат несколько вариантов ответа. На выполнение задания дается 45 минут. Вопросы диктанта затрагивали всю историю Великой Отечественной войны. Задания позволят, с одной стороны, понять уровень знаний, а с другой, поскольку вопросы развернуты и содержат в себе информацию, то сами по себе будут распространять определенные исторические факты и пробуждать интерес к отечественной истории. Система проверки диктанта разработана на базе системы единого государственного экзамена. Сорганизаторы из российского исторического центра будут централизованно оценивать работы со всей страны. Победителей будут отбирать на трех уровнях – лучшие на площадке, лучшие в регионе и лучшие в стране. Участники, показавшие лучшие результаты по регионам и стране, летом отправятся в столицу для награждения. В диктанте победы 2019 года приняли участие все регионы, а также 21 зарубежное государство. Акцию собираются сделать регулярной. Анна Монастовенко, Георгий Калинин, программа «События».